Валентина Чибичек Начнем с главной темы недели – развитие агропромышленного сектора, увеличение производственных мощностей, приобретение нового вертолета Ми-8 и эффективная система контроля за детским отдыхом. Эти и другие немаловажные темы обсудил глава региона с руководителями окружных предприятий и своими профильными заместителями. Помимо прочего, губернатору представили отчеты о проделанной работе за 2015 год. Доложили Игорю Кошину также о планах на ближайшее будущее. Рабочие встречи с теми или иными чиновниками глава региона проводят регулярно. Однако руководители предприятий Игорь Кошин свой кабинет еще и в присутствии СМИ вызывает нечасто. Сегодня как раз исключение. Первый с докладом выступил генеральный директор Наринмарского авиаотряда Валерий Остапчук рассказал о социально-экономической ситуации на предприятии и поделился успехами 2015 года. К слову, он стал одним из самых ударных для окружных авиаторов. В первую очередь с финансовой точки зрения. Впервые за много лет были приобретены новые воздушные суда. Два самолета ТВС-2МС – это модернизированные Ан-2 и вертолет Ми-8. В столицу региона его достают уже в сентябре. Что касается перевозок, то здесь показатели не иначе как впечатляющие. В прошлом году услугами авиаотряда воспользовались порядка 87 тысяч пассажиров. И это только по местным линиям. Почти 63 тысячи вахтовики – работники нефтяной отрасли. Они-то и приносят основные доходы предприятию. Главный заказчик перелетов на месторождение – компания «Лукойл». При налете по такой цене 8 тысяч часов предприятие работает. То есть получается вам надо минимум 8 тысяч часов на нефтянке. Ну и все, что касается применения авиации. Между тем, Валерий Остапчук рассказал главе региона о том, как продолжается реконструкция основного здания аэропорта. Расширяется так называемая «стерильная зона». Зал ожидания увеличится почти на треть. Все работы планируют завершить уже к 15 августа. Игорь Кошин поинтересовался уровнем зарплат сотрудников авиапредприятия. За последние 5 лет она выросла на 43%. То есть средняя зарплата на сегодня составляет 77,4 тысячи рублей. Обусловлено, на первую очередь, увеличением окладов. Наибольший рост уровня заработной платы в 2015 году составил 13% у работников службы авиационно-технической базы. Наименьший у административно-управленческого персонала – всего лишь 4%. При этом самые большие зарплаты сейчас получает летный состав. В среднем доход одного составляет 160 тысяч рублей в месяц. Меньше платить нельзя, пояснил Валерий Остапчук. Пилоты могут уйти конкурентам, например, нефтяникам, что уже в принципе случалось. Мне за последние 2 года удалось вернуть 5 наших командиров, которые уходили в компании «Газпромавиа», предоставлять служебные квартиры для того, чтобы они вернулись. Что касается жилья, то в этом году у объединенного авиатряда появится собственный гостиничный комплекс. Его строительством занимается Наринмар Стройинвест. Цена контракта порядка 100 миллионов рублей. Объект возводят на деньги авиаторов. Доклад Валерия Остапчука глава региона принял и пожелал предприятию дальнейшего процветания. Следующую рабочую встречу Игорь Кошин провел с руководителем Ненецкой АПК Анатолием Чудочиным. В прошлом году аграрии установили рекорд. За 12 месяцев от одной дойной коровы в среднем удалось получить 5223 литра молока. Однако, чтобы показатели повышались и дальше, необходимо расширять саму ферму, заявил директор компании. Новые помещения будут, заверил глава региона. Впрочем, сейчас задача номер один построить телятник в селе Тельвиска. Рассказал Анатолий Чудочин и о том, как идет реконструкция фермы Воксина. Ее Ненецкая АПК получила в собственность только в прошлом году. При присоединении там паслось всего 37 коров. Сейчас уже 64. К концу года планируют увеличить поголовье до 80 буренок. Если бы мы планировали в пределах тонн на молока, то на сегодня при 64 коровах мы должны тонну 300. А будет примерно полтора? Полторы тонны мы будем дарить. Нужно здесь отметить, что Воксина уникальное отделение, хорошие люди работают. Что касается в целом производственных показателей, то благодаря новому механизму субсидирования, который власть региона ввели полтора года назад, темпы развития в последнее время стали очень хорошие. Если раньше компания считалась убыточной, то теперь только за прошлый год аграрии получили около 6 миллионов чистой прибыли. Соответственно, растет количество персонала, растут и зарплаты, доложил главе региона Анатолий Чудочин. Также он рассказал, почему Ненецкая агропромышленная компания отказалась от ресторана «Арктика», который располагался в здании Дворца культуры. Ресторан нам за три года деятельности принес агропромышленную компанию убытки 30 миллионов. Последний год 12 миллионов 600 тысяч. То есть, ну, мы должны заниматься, как вы сказали, коровыми, оленями, молоком. Еще одну рабочую встречу губернатор провел с профильным заместителем Нинель Семяшкиной и уполномоченной по правам ребенка в Ненинском округе Риммы Галушиной. Помимо эффективности системы контроля за детским отдыхом, стороны обсудили работу со сложными подростками и семьями, которые находятся в трудной жизненной ситуации. На днях омбудсмен вернулась из Каратайки. Там Римма Галушина проинспектировала детский пришкольный лагерь и встретилась с проблемными семьями. Нарушений нет, не выявлено. Есть частные вопросы, которые мы отрабатываем непосредственно с департаментом образования, поскольку это их вопросы. Что касается профилактики социального сиротства, посетило 11 семей в Каратайке. Надо отметить, что нигде не видел пьяных родителей. Очень здорово. Да. С нашим количеством населения у нас должно быть посчитан и не обойденным вниманием ни один ребенок. Трудный, сложный, все понятно. У нас и климатические условия особые, и расстояния, но, слушайте, другие субъекты тоже живут в не менее простых условиях. Руководитель профильного департамента Ниналь Семяшкина в свою очередь доложила главе региона о том, где сейчас отдыхают дети по бесплатным путевкам. Часть ребят в настоящее время находится в пансионате, что в Ивановской области. Заместитель губернатора его посетила лично и осталась довольна системой контроля за детским отдыхом. В этом году мы ввели новшество. У нас первый год организовано так, что дети отдыхают с нашими воспитателями. Это очень правильно мне кажется. То есть мы провели конкурс так, что нам предоставляют помещение, организацию питания, организацию досуга детей. Наши воспитатели выезжают вместе с детьми, по графику они уходят в отпуска в течение года, и выезжают вместе с детьми на летний отдых, как плановая работа. Нинель Семяшкина поделилась с главой региона еще одной приятной новостью. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты в Наринмаре планируют создать на базе детского дома первый в округе центр содействия семейному воспитанию. О точных сроках речи пока не идет. Олег Хатанзейский, Сергей Качегов, Телеканал Север. Губернатору также рассказали, как проходит строительство дороги Наринмар-Тельвиска. В ходе рейда по объектам строительства глава региона побывал на участке дороги, где началась укладка асфальта. Предварительно на отрезке автомобильной дороги до съезда к тепличному комбинату «Солнышко» была проведена отсыпка песчаного раввиного основания. По данным компании Наринмар-Доремстрой, строительство участка протяженностью 340 метров должно быть завершено до 30 сентября текущего года. Ширина земляного полотна дороги составит 10 метров, а ширина проезжей части – 6. В настоящий момент возникли проблемы на уже построенном ранее участке дороги. После завершения строительства под дорогой был обнаружен высоковольтный кабель под напряжением, который не учтен в проекте. Когда дошло до работы, вода сошла, мы ждали время, что нормально можно зайти внизу, площадки делают, все как положено. Стали коммуникации проверять, которые у нас были на чертеже. И оказалось, что идут непонятный кабель, да еще в дороге несколько звездов. Все промолчали это. Проекты давно уже сделаны, 5 лет назад. По данным директора Наринмар-Доримстроя Владимира Низьева, предприятию за счет собственных средств предстоит вскрыть 14 метров дорожного полотна и уложить кабель в специальный короб, который обеспечит свободный доступ к проложенным под землей коммуникациям. Принять участие в формировании главного финансового документа теперь могут и жители Ненецкого округа. Распределить бюджетные средства по своему усмотрению можно на сайте администрации с помощью онлайн-игры. Она моделирует реальную ситуацию в регионе. Жителям предлагается секвестировать бюджет на 3 миллиарда рублей. Именно столько округ рискует недополучить в этом году из-за упавших доходов от добычи нефти. Тем самым каждый житель округа может стать финансовым экспертом. Как это сделать в нашей следующей рубрике. Бюджетный квест разработан Ненецким информационно-аналитическим центром. Платформа включает в себя 8 разделов, аналогичных главным направлениям расходов бюджета. Образование, культура и спорт, здравоохранение, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, промышленность и экология. Сохранение традиций и управление округом. Первая строка в бюджетном квесте – это существующие затраты бюджета Ненецкого округа. По данным они составляют более 18 миллиардов рублей. В бюджетном квесте предлагается уменьшить, либо увеличить какие-либо из направлений затрат бюджета Ненецкого округа и, соответственно, свести его к реалиям. То есть это порядка 15 миллиардов. Основная задача бюджетного квеста – дать возможность жителям округа увидеть, на какие цели расходуется бюджет региона и понять, насколько сложно сократить эти расходы. Задача бюджетного квеста – уместиться в ту сумму, которая сейчас имеется в регионе. Мало того, здесь будет сделана, скажем так, окраска ваших действий. То есть вы можете стать управленцем финансов, виртуальным руководителем региона, который очень много, например, уделяет внимание здравоохранению, медицине и социальной сфере, но не уделяет внимания строительству. Либо же наоборот, тот руководитель, который действительно строит, развивает именно строительное направление, но, к сожалению, меры социальной поддержки здесь проседают. Пройти квест можно на официальном портале органов государственной власти округа admnau.ru. А результатами квеста можно поделиться с друзьями в социальных сетях. Онлайн-игра разработана по инициативе губернатора Игоря Кошина, который предложил внедрить систему народного контроля. Убежден, что нам необходимо активнее вовлекать население в бюджетный процесс. Так как традиционная форма публичных слушаний не совсем популярна, мы разработали альтернативную. Речь идет об онлайн-игре, где жителям округа предлагается секвестировать на 3 миллиарда бюджет округа, самостоятельно расставив приоритеты. Результаты игры станут основой для аналитики в бюджетном планировании и могут лечь в основу принятия управленческих решений руководством региона. Надежда Литкова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». 23 жителя Ненинского округа приобрели новое жилье в ипотеку по 5%. Новая программа стартовала в декабре 2015 года и набирает популярность среди желающих обзавестись новым жильем. Пока приобрести квартиру по выгодным условиям можно только в одном строящемся доме. Но компания-застройщик готовит новые строительные проекты. Как и для кого работает программа 5% кредитования, смотрите в нашем экономическом блоке. Ипотека под 5% годовых уже не проект на бумаге, а действующая программа. Она была запущена после принятия окружного закона номер 98 ОЗ об обеспечении доступного жилищного кредитования для граждан в Ненинском округе. Партнером администрации округа выступил Московский индустриальный банк. Специально для Ненинского округа финансовая организация разработала программу ипотечного кредитования. Ее условия таковы. Процентная ставка 5% годовых, первоначальный взнос не менее 20% от суммы кредита, срок от 12 до 120 месяцев, сумма заемных средств до 6 миллионов включительно. Гражданин, желающий приобрести квартиру, должен обратиться к застройщику, выбрать квартиру, определиться с ценой ее, подойти к нам в банк, к любому специалисту по обслуживанию физических лиц. Любой специалист проконсультирует, возьмет пакет документов. В пакет документов входят следующие документы. Значит, паспорт, копию паспорта мы делаем сами на месте здесь, справка 2 НДФЛ о доходах и копия трудовой книжки. Решение банка будет известно в течение 10 дней. При положительном ответе составляется два договора – кредитный и долевого участия в строительстве. Последний регистрируют через многофункциональный центр. Как только клиент подтверждает первоначальный взнос, банк переводит средства на счет застройщика. Дальше все как в обычной ипотеке. Заемщик вносит ежемесячные платежи банку. Финансовая организация, в свою очередь, получает субсидию от администрации округа. Перед запуском программы банк аккредитовал фирму застройщика и объект строительства. К 60-ти квартирному дому компании «Печора Девелопмент» претензий не нашлось. Особенность этого проекта заключается в том, что дом сконструирован из кирпича, строится из кирпича с утепленными фасадными системами. Наши подрядчики на «Ренмар Стройинвест» стройку ведет качественно. Все службы надзорные это отмечают. Дом строится в графике. Соответствующим образом никаких сомнений нет в том, что обязательства перед жителями Ненецкого автономного округа наша компания выполнит безусловно. В кирпичном доме по улице Токовылка будет 60 квартир. 20 однокомнатных, 20 двухкомнатных и столько же трехкомнатных. Объект возводит компания «Ренмар Стройинвест». Команда строителей, из которых половина местных жителей, справляется с суточными нормативами. Как видите, уже подходим к окончанию возведения ограждающих конструкций. Ведется кирпичная кладка стен, соответственные перекрытия устанавливаются. Надеемся в течение полутора месяцев закончить этот этап. Далее будем кровлю, фасад, окна, то есть все изнутренние работы. Строить по графику позволяет и подвозимый вовремя материал. Согласно обязательствам, компания «Застройщик» планирует сдать объект в конце 2017 года. На этой неделе впервые зафиксированы лесные пожары. Самое масштабное возгорание произошло на юго-западе региона в Пешском сельсовете. Огонь охватил порядка 6 гектаров земли. Пожар тушили сообща и противопожарные службы, и изменившиеся погодные условия. Возгорание лесных массивов вблизи деревни Волоковая потушил внезапный дождь, прошедший в среду вечером. Ранее для тушения трех очагов возгорания на юго-запад округа были направлены пожарные отряды и специально оборудованные вертолеты. Остановимся на этом событии подробнее в нашей рубрике «Стоп-кадр». Одна из главных проблем, которая возникла при тушении пожара в Пешском сельсовете – отсутствие координации между спасательными подразделениями. Спасатели, которые работали в воздухе, не смогли связаться с коллегами, работающими в лесном массиве. В результате один из водосливных ковшей чуть не слили на пожарных. Несмотря на отсутствие связи, спасатели работали оперативно. По предварительным данным, огонь охватил почти 6 гектаров земли. Для устранения огня на лесной массив сбросили 14 сливов воды. Для этого был задействован вертолет Ми-8 Наринмарского авиаотряда. В тушении пожара принимали участие 14 человек – сотрудники поисково-спасательных служб Наринмара, Заполярного района, округа и Федерации. Угроза подхода огня к деревне Волковая была ликвидирована. Подсобил спасателям и внезапный дождь, которого не ожидали даже синоптики. Теперь его очень ждут в Наринмаре. У озера Городецкое начал гореть ивняк. Все силы спасателей направлены в сторону телевисочного сельсовета. Значит, где-то в 16 часов вылетела группа спасателей для ликвидации данного очага возгорания. Было организовано взаимодействие с органами исполнительной власти, собрана в том числе комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая состоялась в 15 часов сегодняшнего дня. Данная группа и воздушное судно снабжены водно-сливным устройством. Поэтому, я думаю, до конца сегодняшнего дня данный очаг будет ликвидирован. Спасатели напоминают, в летний сезон на территорию округа вводится противопожарный режим. В жаркие и сухие дни не рекомендуется разжигать в лесу огонь, оставлять стекла и предметы, способствующие появлению огня. Дмитрий Марков, Антон Водряков, Телеканал «Север». Глава муниципальных образований поручено усилить меры пожарной охраны и безопасности на воде. В ходе оперативного совещания при губернаторе, председатель комитета гражданской обороны Сергей Боенко, рекомендовал главам поселений завершить выполнение комплекса противопожарных мероприятий в населенных пунктах, а также обратить самое пристальное внимание на вопросы безопасности на воде. Тема пляжного отдыха актуальна и для Наринмара, где ни одно место массового отдыха не прошло проверку Роспотребнадзора. Наш корреспондент, конечно, не рискнул нырнуть в Печору, но вник вопросы безопасного отдыха на самоорганизованных пляжах. Воздух, солнце и вода – все, что нужно для хорошего отдыха. А для того, чтобы здесь был и пляж, нужны буйки, раздевалки и постоянный контроль спасателей. Самые любимые места для купания у Наринмарцев – это песчаная осыпка с зачистными сооружениями, берег реки Печоры в поселке Искатель и, конечно, Голубое озеро. По требованиям Сампина ни один из них не является пляжем. Чтобы появился пляж, необходимо соблюдать ряд условий – установить буйки, раздевалки, контейнеры для мусора и организовать постоянный контроль спасателей. В 2014 году Николаем Астродумовым был оборудован настоящий пляж. Сам Николай – спасатель. Со своими товарищами он вычистил дно, оборудовал подход к воде и установил буйки на Голубом озере. Но затем организацию пляжа сочли нецелесообразным. Теплых дней в нашем регионе очень мало. Накануне пляжного сезона 2016 Роспотребнадзор по Ненецкому округу проверил санитарное состояние мест массового отдыха. Голубое озеро, берег Никипечоры и насыпь на Городецком шару. У нас идеальной такой воды нет ни в одном водоеме, где мы отбирали воду. Где-то она не проходит по железу, где-то не проходит она по цветности, по мутности, по аналитическим показателям. Где-то не проходит почва, где-то не проходит микробиология. Санитарное состояние зон отдыха жителей нашего региона не останавливает. А потому регулярное патрулирование на водных объектах ведут сотрудники МЧС России по Ненецкому округу. Хотелось бы обратить внимание взрослых, что когда купаются дети, нужно максимальное внимание. Для того, чтобы произошла трагедия, хватит ровно одной секунды. Потому что когда человек тонет и кричит, значит, еще не все так фатально. Потому что дыхание – это основная у нас функция. И когда человек кричит, он еще дышит. По-настоящему человек тонет молча. То есть вы даже не сможете толком и определить, что это уже все произошло. Вы только хватитесь, а уже никого не будет. Поэтому внимание, еще раз внимание, закупающимися, особенно детьми. Отметим, что в начале сезона мэр Наринмара подписала постановление о запрете купания водоемок на территории города. Аналогичные документы подготовлены и сельскими администрациями. Однако официальные запреты, как правило, игнорируются жителями. Поэтому в Комитете гражданской обороны НАУ предлагают организовать на территории муниципалитетов патрулирование мест возле открытой воды, где традиционно отдыхают жители и не допускать выход на водоем детей без присмотра родителей. В случае непривиденных ситуаций необходимо связаться со спасателями по единому телефону службы 112. Дмитрий Марков, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Это была программа «Итоги недели». Мы остановились на основных темах и событиях, которыми ознаменовалась прошедшая неделя. Вся подробная информация о событиях, которые происходят в округе, есть на нашем сайте www.trk.sever.ru. До встречи через неделю.